Каждый год на предприятии работает разное количество ребят. Этим летом ОАО «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство» ежемесячно трудоустраивает по 20 человек. Хотя желающих получить место среди школьников гораздо больше. Для многих это стало первой работой в жизни, с трудовой книжкой и первой настоящей заработной платой. У ребят, которые постарше, у них 36-ти, часовая рабочая неделя, а у которых помладше 24-ти, часа рабочая неделя. Ну и, соответственно, зарплата. Это значит, если полностью весь месяц школьник отработает, то которому больше 16 лет, он получит 9 тысяч рублей зарплату. А который отработает 24-часовую рабочую неделю школьник, он получит 6 тысяч пропорционально. Но это все будет зависеть от того, сколько он дней отработал, потому что ребята приходят не с первого дня месяца, а бывают попозже, там экзамен, какие-то семейные обстоятельства. Ну, если вот целиком месяц, вот такие деньги, такие зарплаты. Конечно, юные работники – это дополнительные заботы для взрослых сотрудников. Необходимо строго соблюдать все требования трудового законодательства, касающиеся несовершеннолетних, делать частые перерывы в работе. Но на предприятии привыкли бережно относиться к молодой рабочей силе. В среднем, получается, у нас ребят больше работают, мальчиков, потому что девочек что-то в этом году не так много, хотя девочки, они вот на таких работах, как прополка, уход за цветами, ну, более аккуратные и такие более терпеливые. Ну, а мальчики, они вот где-то там траву собрать, ветки показать, там, ну, какие-то сухие пилить, вот такие, полив, вот такие работы, они делают тоже хорошо. Ну, в целом, хочу сказать, что мы очень довольны тем, что вот ребята у нас работают каждый год, ну, и не жалеем, потому что они приходят к нам, и всегда их ждем с радостью, с удовольствием. По словам Игоря Борового, предприятие с радостью трудоустраивало бы и большее количество детей, но возможности пока не позволяют этого сделать. К сожалению, фирм, которые готовы на хлопоты и дополнительные расходы по организации летнего трудоустройства школьников, в районе единицы, поэтому очередь из желающих поработать в каникулы выстраивается еще в апреле. Вопреки расхожему мнению, современные подростки отнюдь не так ленивы. Ну, очень нравится, на свежем воздухе все-таки, каждый день хорошо. Загораем и работаем. Да, два в одном. Первая работа наша такая серьезная. Я, допустим, живу не в квартире, а в частном доме, там тоже пригодится. В смысле, да, полоть грядки на огороде. Наташа и Вартик пришли на работу на июнь. Месяц заканчивается, и они подумывают о том, чтобы поработать еще. Это большое поспорили для нашего предприятия, то, что школьники работают у нас летом, когда объем работы большой. С детьми целый день работает мастер, он у нас закреплен, она следит за тем, чтобы дети не пригревались, не получали ни солнечный удар, ни тепловой удар, ну, потому что дети есть дети, все у нас, они работают в форме, с головными уборами, но все равно погода есть погода, и дети есть дети. Июльская молодежная бригада на предприятии уже практически сформирована, а вот на август попытаться устроиться еще можно. Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».